Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok На дорогах гололедица. В Черкесске сегодня днем небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 14. Температура ночью минус 1, минус 3. Днем 2,4 со знаком плюс. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Наше наследие» мы расскажем о монументе памяти черкесов, погибших в Кавказской войне. Установленном в ауле Алибердуковском. Подробности в материале шерифат Лепшоковый. История этого памятника довольно необычна. Он был установлен не по инициативе муниципалитета, как это часто бывает, а по зову одного неравнодушного сердца. И вот уже более 30 лет сюда приходят люди, чтобы вспомнить о тех трагических годах Кавказской войны. 21 мая – особая дата в жизни каждого черкеса. В этот день по традиции отдается дань памяти предкам, сражавшимся за свою землю. Их отчаянно храбрость и мужество, когда бесславные жизни боялись больше, чем смерти, и сегодня вызывают чувство неподдельной гордости и вместе с тем горечи от осознания того, сколько жертв принесла война. Тысячи людей приходят и к уже ставшему знаменитому кургану, где установлен камень, на котором высечены символы черкесского флага. Есть здесь и плиты с названиями 12 адыгских племен. Но так было не всегда. В 1989 году тогда еще 35-летний местный житель Михаил Хутов начал интересоваться историей своего народа. Узнав, насколько кровопролитной была та война, он решил, что необходимо установить памятник. Памятник доблести и бесстрашию свободолюбивых мужчин, с легкостью отдававших свои жизни, и женщин, порой сжигавших себя вместе с имуществом, чтобы не достаться противнику. Михаил Хутов тогда не задумывался, что это был бы первый в мире мемориал жертвам Кавказской войны. Подумали и поставили сперва вот этот валун, памятник вот этот. Стащили с горы на тракторе. И сами написали на куске железа, выбили зубилом буквы, текст сами составили. И, короче говоря, памятник был поставлен в мае месяце 1989 года. Через два месяца табличку вырвали, а камень приволокли к нему во двор, объяснив это тем, что не получено специального разрешения. Но не был бы Михаил Хутов потомка прославленных горцев, если бы так легко сдался. Трижды он поднимал валун наверх, и трижды его спускали вниз. Дело дошло до тогдашнего руководителя Ставропольского края Лесниченко, который был вынужден объяснять сложившуюся ситуацию корреспондентам «Известий», выходившей тогда многомиллионным тиражом, выступив в защиту энтузиастов. Вместе с тем угрозы от властей в адрес братьев продолжались. Они приходят, два часа меня будят, поднимают. Я выхожу, я говорю, в чем дело? Вот так, вот так, говорит, со Ставрополя. Как бы приехал, говорит, если, говорит, эту ночь не уберете вот этот памятник, плохо будет вам. Ну, я действительно переживал. Пошел до брата, мы рядом так живем, разбудил его. Он говорит, в чем дело? Вот так, вот так, с райкомом приехали. Немедленно надо снять. Кто, говорит, приехал? Вот это, вот это. Пусть, говорит, сражают меня. Не уберем все. Черкесы, верные горским традициям, сражались до последнего вздоха. Через 125 лет после окончания Кавказской войны их память отстояли уже потомки. Сегодня на месте первого валуна создан мемориальный комплекс, в состав которого входит и музей, где собраны старинные предметы быта. И, что немаловажно, коллекцию пополняют неравнодушные люди со всей республики. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Хабецкий район. И заглянем в календарь праздников. Сегодня Всемирный день ребенка, день педиатра и день работника транспорта. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы русской редакции, а в 14.30 вести с Ашемезом Пхешховым. Удачной вам пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Московский индустриальный банк «Европейский» открывается. Новый, комфортный, с широким ассортиментом и специальными ценами. Хутор Хорошевский, улица Шоссейная, 25. Город покупок «Европейский». Все лучшее в порядке вещей. Изготавливаем ворота, навесы, перила, металлические и кованые двери. Выезд, замер и установка бесплатная. Телефон 8-928-787-03-81. Инстаграм, ворота, нижнее подчеркивание, Умар. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр.